Ну так, всем привет, с вами Дубгей, продолжаем играть за Россию, Виктория 3, в прошлой серии мы отменили крепостное право, потихоньку уже начали уровень жизни нашего населения поднимать, микрообразованность поднимать, настраивать промышленность, и собственно говоря, у нас еще очень-очень много предстоит впереди, пока что наш следующий шаг это начать образовывать наше население, и поэтому мы делаем религиозные школы, конечно предпочел бы я делать ее старостные школы, но как бы что есть, то есть, потому что до государственной школы мы доберемся очень нескоро, потому что этого надо церковь и государство сменить, а это будет почти невозможно, по крайней мере в наших текущих условиях, сложнее в будущем из-за того, что религиозные школы мы сейчас примем, но в еще более далеком будущем, когда мы сможем подавить, нормально подавить влияние дворян и собственно говоря православных, мы вполне себе сможем изменить и церковь и государство, и гражданство, и очень много других законов также. В этом случае продолжаем встроить промышленность и поехали. Кстати говоря, пока у нас тут вот такая дурная слава, можно попробовать завоевать побольше стран на Ближнем Востоке. Почему мы не можем напасть? Теперь все, у нас интереса нету, да. Давайте начнем, пожалуй, вот с хивы. Может вступиться к Кант, но это без разницы. Единственное, будет, наверное, не очень приятно, если вступится что-то из этого, просто потому что это заставит нас какие-то войска перетягивать сюда. Но в реальности я ожидаю, что никто не вступится. То есть имею в виду, что если церковь вступится, то придется сюда закинуть побольше войск. А мне хотелось бы какими-то минимальными усилиями просто позахватить себе новые территории. А ну вот они просто взялись моментально. Давайте попробуем дальше с Бахарой и Кокандом. Ну и там, как получится. Австрия предлагает нам союз. Вопрос, хотим ли мы союзничать с Австрией? Давайте посмотрим, как вообще у них война идет с Бруссией. Не очень удачно, честно говоря, да. Ну да, так себе. Хотим ли мы заключать с ней союз? В целом, наверное, плохого ничего не будет, но все равно хватает влияния, да. А вдруг против какой-то ситуации, в принципе, будет полезно. Опять же, если говоря, торговое соглашение, это неинтересно. Тут вон вступают мелкие страны, но это все неинтересно. Если подойдем к концу и они не садутся, то мы добавим цели на их завоевание тоже. И, кстати говоря, у нас неплохой вент Коканд, плюс шансы школ. Это хорошо. И начинается война, к которой мы, кстати говоря, добавили вот эти вот все требования территории. Так что мы сейчас неплохо так присоединим себе новых земель. Ну и успешно мы тут добиваем. Вот уже хипа сдалась. Сейчас тут добьются вот эти территории и все нормально. Наши постройки теперь у нас неплохо так приподняли в ВВП. И, в принципе, сейчас у нас постепенно начнется рост, потому что мы добавили стали везде, добавили новые методы производства. Избавились от всех недостатков ресурсов. Именно, да, цены высокие, но именно дебафов к производительности нету. И я теперь вижу, что нам еще не хватает железных дорог. Но это логично. И эту проблему мы постепенно будем решать. Вот и наши новые территории готовы. Дурной славы у нас еще не так много, но пока пускай она подспадет. И у нас есть вариант, на самом деле, поэкономить деньги. Надо подумать. Либо попробовать напасть на Персию и завоевать себе еще территории. Да. Как бы всегда есть вот такая вот опция. И здесь есть шелк, на самом деле. Так что я думаю, да, шелк, маг. Все это нам очень пригодится. Давайте начнем с захвата шелка. И, собственно говоря, там мы его начнем строить. К нам, кстати говоря, сразу присоединяется Австрия. Это очень приятно. И из противников здесь только мелкие государства, так что бояться нам вообще нечего. И началась война. Собственно говоря, завоевание областей мы тоже добавили сюда. И вполне себе так неплохо мы пробиваемся. 64 против 15. Думаю, успех нам гарантирован. Еще и австрийские войска, если что, прибыли. Я видел только что в бою. Ну да, вот, видимо, союзники это как раз и Австрия. Приятно. На самом деле. Ну и мы достраиваем шелезнодороги, чтобы рынки соединить. Промышленность у нас постепенно все растет и растет. Ну, опять же, мы в один момент упремся в кап грамотности. Но это будет не так уж и страшно, потому что мы получили еще один баф на принятие. Хотя это, конечно, вообще уже принять именно. Но как получится. Так, желательно не допускать голода. Давайте поможем населению. И можно подстроить строительный сектор, а на самом деле тоже. Ну что, чуть-чуть 5, я думаю, в Киеве пойдет. А вот и принятие. Прекрасно. У нас появилось образование. Надо срочно отстраивать ведомство. Я, собственно говоря, это уже и начал делать. И буду это достраивать. Чтобы образование подтянуть до максимально возможного уровня. Ну и здесь у нас персия вот-вот сдастся уже 93%. Да. А сдалась. Там еще остался калат из союзников и аман. Но я думаю, они в один момент просто на белый мир выйдут. По крайней мере, наверное. И раз у нас теперь появился шелк, можно начать также делать дорогую одежду. Ну и заодно попереключать все методы производства на поновее. Шелк у нас понадобится больше, но мы можем, во-первых, подстроить. Во-вторых, здесь, да, сейчас с занятностью были проблемы, но ничего. А шелк строится, кстати говоря, очень быстро. Да, по сравнению с какими-то рудняками. И тем более с фабриками. Так что сейчас мы наладим и неплохое производство дорогой одежды тоже. Что очень прибыльно. И я думаю, так как у нас очень большой уровень дурной славы, мы можем переключить нашу армию на низкий уровень, и сэкономить деньги, потому что воевать в ближайшее время я не планирую с этим уровнем славы. Копили мы чуть-чуть бюрократии новыми зданиями и идем вверх. Безусловно говоря, получим еще больше. Сразу нажму на третий уровень. И параллельно нам нужно продолжать включать области, потому что это налоги. Налоги это очень важно для экономики. И, кроме того, туда будет распространять образование. А нам, очевидно, нужно обучать население. А нам нужно продолжать реформы, и я вижу, что у нас очень хорошие шансы на назначаемых чиновников. Давайте это и сделаем. Вас видите, и промышленники поддерживают, и интеллигенты. И да, то есть шансы, шансы реально хорошие. Хотелось бы мне также еще поменять систему и торговую политику, но здесь пока не так хорошо, и сопротивление большое. Но мы таким вот образом подобьем дворян и повысим шансы на принятие. То же самое здесь. Здесь мы хотим протекционизм, в теории. Но это не так страшно. Самое главное сменить традиционализм и поставить новые налоги. Новые налоги, кстати говоря, одобряются очень многими. Следовательно, это даст нам очень много денег. Если вот мы вот эти две реформы поменяем, и суперзабустят строительство наших дальнейших фабрик. Кстати говоря, у нас очень даже неплохо так цены нормализовались, особенно на промышленные товары. И я этому рад. Конечно, у нас некоторые потребительские товары стали подороже. Но это все можно поправить. Плюс, кстати говоря, нам нужно сейчас будет подстроить бумаги. Потому что, во-первых, я строю много правительственных ведомств. А во-вторых, я делаю центральный архив, чтобы решить свою проблему налогообложения. Параллельно с этим у нас применится вот эта вот реформа. Да, это тоже порешает в решении этой проблемы. И у нас еще больше поднимется потребление бумаги, когда мы сменим наше правительство на новый уровень. Так что надо будет ее подстроить обязательно. А вот у нас новое, собственно говоря, производство для наших ведомств. Повышается потребление бумаги. Но вот как раз у нас скоро она достроится. Хотя, не уверяю, что именно этого хватит. Да. Но, тем не менее, кое-как на помощь должно. Возможно, поможет отбеливание бумаги. Точнее, я бы сказал, наверняка поможет. Поэтому давайте-ка туда и пойдем. Ну и у нас открылось теперь очень много бюрократии для повышения уровня. Поэтому давайте повысим немножко полицию. И образование до максимального уровня выше пока что мы не можем. Но это уже неплохо. Шли население, как вы можете видеть, потихоньку обучается грамоте. И потихоньку разгоняются наши технологии. Вот и назначаемые чудовники. Прекрасно. Во-первых, это бафнет интеллигентов, что прекрасно. Во-вторых, мы неплохо так решим проблему налогоблажения. Видите, как теперь все поприятнее выглядит. Теперь проблема кажется очень даже решаемой. А самое главное, можно будет... А, ну вот она автоматически поменялась. У нас теперь профессиональные чиновники. Следовательно, у нас теперь еще минусуются аристократы. И влияние уже в 17%. Помните, у этих ребят когда-то было 44. Они связались не с теми правителями. И вот у нас уже 100 миллионов ВВП. И мы продолжаем расти. Кто у нас обгоняет? Франция. Забавно, что... А, ну здесь гражданская война случилась. Поэтому Китай выпал. А они уже не соединятся? Видимо, нет. Это даже с чем-то... Нашу задачу сделать попроще. Ну, захвата Китая в будущем, да. Так что я доволен. Ну и да, ВВП у нас начинает прирастать. Теперь намного-намного приятней. Там Австрия опять воюет с Пруссией. Ну, по какой-то причине меня в эту войну даже не позвало. Ну-ка. Видимо, Пруссия напала не на Австрию. Она осталась только Австрия в этой войне. Не позвала я, не позвала. Я бы и не хотел воевать ни с Пруссией, ни с Австрией на данный момент. У меня как бы из Пруссии... Ну-ка. А, нет. В Пруссии уже не так много. Раньше я, по-моему, побольше с ними имел торговых путей. Но из Пруссии и с Австрией, да. Стоится, если говорить, немножко пересмотреть наши пути. У нас изменились, как бы, товары на внутреннем рынке. И стоит подумать о том, чтобы поделать какие-то потребительские товары. Да. Потому что вот не хватает их. Особенно одежды. Эх, пытался я тут свободную конкуренцию принять. Но пока не получается. Тут революционеры появляются и душат нас. Надо как-то еще подулучшать отношения с дворянским собранием. Или, точнее, и снизить у них еще как-то влияние. Но можно попробовать монархию сменить на республику. Но мне кажется, тогда революция будет еще жестче. Так что вряд ли получится. Надо думать. И мы достигли, наконец-таки, первого места по ВВП. Но это только общего. Хотелось бы еще это достигнуть на душу населения. Ведь очень много ВВП у нас генерируется просто от населения. Так что наша цель первое место вот здесь. И я думаю, мы ее достигнем. И нашему развитию, точнее, свободной конкуренции, именно этот закон, реально у нас быстро нет. Пока что, я напомню. Мы не строимся вообще. У нас нет инвестиционного фонда. Мы не знаем, что это такое. Все это строительство лишь как бы от наших денег. То есть вот он инвестиционный пункт вообще здесь как бы типа есть. Да. Но ничего не строится из него. Как только мы сможем его расходовать, это во-первых. Во-вторых, он станет расти намного больше. Плюс к этому моменту хотелось бы исследовать уже вот эту технологию. И мы до туда дойдем. Назовен центральный банк сейчас исследуется сам. Мы, конечно, тут еще кое-какие исследования хотим забрать. Но потом обязательно пойдем к инвестиционным фондам. Вот тогда, именно тогда у нас начнется реальный рост. И, кстати, когда смогли мы побороть, да? Вот это вот неприятие свободной конкуренции. Собственно говоря. Селяне-дворяне против нее были. И они уже почти что ничего из себя не представляют. Что дворяне, по той простой причине, что видите, как сильно промышленники их перебили. Благодаря новым фабрикам, благодаря новым деньгам. Что селяне? Ну тут как бы они, в принципе, на своем уровне не находились. Я их немножко подавлял. Вот здесь вот. Но потом понял, что, ну, зачем подавлять их? Лучше подавлять дворян. Что у них намного больше денег. И, да, начали мы вот с того, где-то было 44 радикализма. И 20 с чем-то поддержки. Сейчас уже 17.34. Так что, я думаю, свободную конкуренцию мы приедем. Если не сразу, то через какое-то время. До этого они все хотели устроить революцию. И, кстати говоря, раз мы закончили колонизировать тут. А у нас все еще есть доступный институт. Давайте поколонизируем Индонезию. Я думал над Африкой. Но решил, что Индонезия все-таки чуточку поближе. Хотя, в теории, мы можем колонизировать и там тоже. Подумаем еще над этим. Забавный факт. Несмотря на то, что мы тут, типа, какие-то реформы проводим, у нас скоро будет вера, самодержавие, народность. То есть, надо 30 лет иметь монархию, госрелигию, автократию. Как бы, ну, мы их и не меняли. Потому что, во-первых, их сменить очень сложно было. А во-вторых, были реформы, которые полезны. В отличие от этих вот, да, смен. Вроде как образование, крепостного права, экономика. И одна часть меня даже хочет, так сказать, дойти до конца и посмотреть, что здесь вот в политике народности есть такое, да. А другая хочет, наверное, продолжить дальше либерализировать Россию. По той простой причине, что это выгодно. Но что разработчики спрятали вот этот ивент, тоже любопытно. Посмотрим, подумаем. И мы, кстати говоря, приняли свободную конкуренцию с первых 20, там, 6% что ли. Это очень приятно. Можно попробовать вот это дело, да, сменить. Поставить сюда интеллигентов. Но пока давайте сменим вот это вот. Это поддерживает очень много населения. Проблем с этим не должно быть. Дворение, конечно, все равно против, но что поделать. Это даст нам неплохие деньги, дополнительный бюджет. Вот, 148 тысяч. Приятно. И, ребята, у нас появился инвестиционный фонд. Теперь мы можем строить намного-намного больше. Смотрите, технически, да, он работает в минус. Но поскольку он уже и так накопился огромный, можно, в принципе, сейчас временно увеличить строительство. Так, ну, серьезно увеличить, да. Но потом, когда он кончится, просто сократить его до того размера, который будет выводить его, как бы, в ноль примерно, да. И потом вывести примерно в ноль нашу экономику с учетом вот этого вот фонда. И, я думаю, мы неплохо так запустимся. Мы, конечно, уже неплохо запустились. Изумления богучие. Но нормально. Вот, да, мы уже на первом месте давно. И хотим мы подняться вот здесь, я думаю. Чтобы мы были не просто богатые и большие, но еще и население наше было богатым и большим. Кстати говоря, прирост 0,5. Стартовали мы, по-моему, у нас было даже какое-то время минус 0,3. Так что растем. Хотя, конечно, медицины у нас пока нет, но просто за счет большого населения оно и растет хорошо. И вообще, я думаю, на этом можно подзакончить серию. Внутри, для очень важный закон. Собственно говоря, следующий закон не менее важный. Даст нам, как сказать, еще больше денег. Да, вышли мы на первое место по ВВП. Вышли мы на очень-очень уверенный рост. Что экономики, что, как бы, производство, что уровня жизни нашего населения. Тоже очень важный пунктик. Образованность у нас уже такая серьезная. 35%, не до тех 20 стартовых. Хотя хочется, конечно, больше. Так что, ребята, на этом серию мы заканчиваем. А с вами был Дубгейм. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok